Друзья, всем привет! Снимаю на телефон. Хочу ответить на очень важный вопрос. Мы только что снимали с Рамилем прямой эфир, выходили, качество получилось не очень. Поэтому хочу еще раз выложить видео в хорошем качестве и ответить на столь интересующие всех вопросы. Сейчас такая ситуация не очень стабильная, политическая. Снимали сейчас для Москва 24 телеканала. И вот, собственно, их вопрос. Думаю, как раз таки и эти вопросы вас интересуют. Рамиль, какая сейчас ситуация в Турции? Меняется ли отношение к русским туристам? Ситуация абсолютно никак не изменилась. Если бы мне, вы, подписчики, не писали, что что-то там происходит, мы бы даже и не узнали. Ситуация абсолютно никак не изменилась. Действительно, даже в лучшую сторону, может быть, даже изменилось отношение. Потому что это курортный город. Все прекрасно понимают, что основной доход местного населения идет именно от потока туристов. И все, наоборот, пытаются угодить. Город полностью готовится к сезону. Везде подстригаются деревья, везде все ремонтируется. Отношение абсолютно не изменилось. Все так же осталось. Все хорошо. Встреча. Так, 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 как много сейчас русских туристов на улицах, в отелях. Очень много. Вот мы сейчас сидим, девушка за нами сидит. Русская. Мы сейчас вот познакомились. Везде все гуляют. С колясками, с собаками, с детьми. Вообще все в полном порядке. Отношение никак, еще раз повторяюсь, не изменилось. Завтра, я думаю, как раз 5-го числа будет встреча наших лидеров. Я думаю, там все решат, потому что все понимают, что перед курортным сезоном никому не охота портить отношения. У них 10% ВВП. Турции состоит от туризма, да? 10%. Так, остановит ли ситуация в мире людей, которые решили купить жилье в Турции? Многие очень пишут, да, спрашивают, как, что, да как. Но я думаю, временно сейчас все это дело пройдет. Не знаю, на днях у нас состоялись несколько сделок. Люди прекрасно понимают, что это все временно и что это все политика. Ну, все будет нормально. Тут на самом деле просто что показывать по телевизору, что говорят в интернете, на самом деле все абсолютно по-другому. Все очень гиперболизировано. С журналистом всегда нужно создать какую-то сенсацию, чуть ли здесь не военное положение. Вот мы живем, кайфуем, вообще все в полном порядке. Так, боятся ли собственники квартир, что русские туристы перестанут переезжать к ним ехать? Ну, они, конечно, переживают. Они, я говорю, все делают для того, чтобы все было хорошо у нас. Обсуждают ли на улицах кафе политические темы? Мы нет. Ну, русские мы не обсуждаем. Турки, конечно, да, обсуждают. Они именно вот в том плане обсуждают, что из-за этой всей фигни может не получиться туристический сезон. Поэтому, ну, ни в коем случае они как-то не обсуждают там в сторону, что там как-то какие плохие русские. Так, вообще кого-то это волнует или тема раскручена в СМИ и только в Москве об этом говорят? Да, вот именно так, тема раскручена в СМИ, в Москве, я не знаю, где-то еще говорят мне, подписчики мои спрашивают. Все вообще нормально. Ребята, не переживайте, все осталось так же. Ни в коем случае не сдавайте там свои путевки. Все хорошо. Вот, в принципе, все вопросы. Можно ли пойти по-прочистану. Так, все вопросы, друзья. Я надеюсь, я ответил вам на все вопросы. Если что-то забыл, пишите обязательно в комментариях. Я постараюсь на них тоже ответить. Всем пока. Надеюсь, увидимся в Алайне.